О ситуации с коронавирусом далее. Динамика заражения не снижается. За полтора года пандемии диагноз COVID-19 услышали свыше 65 тысяч преднестровцев. COVID бьет антирекорды. Число заболевших достигло нового максимума – 618 заражений за последние 24 часа. Предыдущий максимум зафиксирован 20 октября – 609 случаев. Больше заболевших было только прошлой зимой. На пике волны 17 декабря 2020 – 683 инфицирования. Корона не отступает, заражает все больше людей. Неблагоприятная эпидемическая динамика сейчас во многих странах мира. Рекордный суточный прирост выявили в Болгарии. Растет число госпитализаций и летальных исходов в Украине – больше 20,5 тысяч заболевших и 692 смерти. В больницы за день попали почти 6 тысяч человек с симптомами коронавируса. В Молдове количество заболевших COVID-19 за сегодня составило больше 1500 человек. Там установлен антирекорд смертности. За сутки в результате осложнений погиб 41 человек. Госпитализировано почти 2500 пациентов. Каждый десятый – тяжелый. 31 подключены к аппаратам искусственного дыхания. Пятое место в мире по числу пострадавших ход пандемии коронавируса занимает Россия, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании. За сутки 1100 умерших заболели коронавирусной инфекцией еще 36 446 россиян. Многие из тех, кого доставляют в больницу, не вакцинированы, как и значительная часть тех, кто попадает в реанимацию. Такова тенденция отмечается повсюду. Вакцинация по-прежнему остается методом номер один в борьбе с ковид. В России начали прививать от ковид-19 кормящих матерей. В Молдове дали зеленый свет вакцинации детей с 12 лет. К практике марафона вакцинации обратились и в Приднестровье. За 4 дня прививки от коронавируса получили около 4000 сельчан. Прививочный марафон будут проводить и в дальнейшем, чтобы максимально охватить всех желающих. В Минздраве отмечают, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, необходимо иммунизировать около 70% населения. Пока же прививку сделали лишь почти 23,5% приднестровцев. Для коллективного иммунитета этого недостаточно.